Александр водителем такси работает уже 18 лет. В этот раз на своем Рено Логан ждет пассажиров, которые приехали в Рязань. Он трудится официально. У Александра есть лицензия. Каждый день, прежде чем выйти на работу, он проходит медобследование. Машина, техосмотр. Чего не скажешь о серых таксистах. Защитить пассажиров от таких водителей предлагает Минтранс России. Уже разработан законопроект, запрещающий садиться за руль такси или общественного транспорта водителям, имеющим неснятую или непогашенную судимость по статьям убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязания, изнасилования. Речь идет о случаях, когда преступления были признаны тяжкими или особо тяжкими. Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством. К управлению автобусами допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей с последнего года и одного месяца, а также не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которое предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, либо административный арест в течение последнего года. Примерно такие же требования уже действуют, но пока касаются только водителей, которые занимаются перевозкой детей на школьных автобусах. В этой связи все лица, трудоводительность которых связана с управлением транспортным средством при перевозке пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями, должны будут предоставить работодателю из полиции справки об отсутствии судимости. Без такой справки компания обязана будет отстранить от управления транспортным средством. В Рязани случаев нарушений со стороны водителей школьных автобусов не было, а вот в Промском регионе у мужчины, которого решили взять на эту должность, не было достаточного стажа работы. Кроме того, он был ранее лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Надо отметить, что водители нарушают это правило не так редко. Только железнодорожным судом за этот год уже вынесены 29 обвинительных приговоров в отношении водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.